МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Юлия Столярова. Смотрите прямо сейчас. Операция «Автобус», ГИБДД и Ространснадзор провели плановый рейд на станции Пушкина. Паркуйтесь правильно. В Пушкино обсудили проблемы вывоза мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов. Об этих и других новостях прямо сейчас. В рамках операции «Автобус» прошла проверка автобусов и маршруток на станции Пушкина. Выявляли автоперевозчиков, которые нарушают лицензионные требования. Безопасность пассажиров должна быть в приоритете. Но так на деле выходит не всегда. 25 февраля ГИБДД и Ространснадзор провели плановый рейд на станции Пушкина. Контрольно-надзорное ведомство в сфере автоперевозок выявляло нарушителей. Мы проверяем на предмет соблюдения перевозчиками лицензионных условий и требований, правил перевозки пассажиров, правил защищения безопасности. ГИБДД с своей стороны технический контроль осуществляет. Для того, чтобы осуществлять перевозку пассажиров, перевозчик обязан иметь лицензию. В ней определенные требования. Наличие их и проверяют. Экипировка транспортного средства тахографом системы ГЛОНАСС. Должен быть пройден предрейсовый контроль, а водитель пройти медицинский. Также у водителя должен находиться определенный пакет документов, карта маршрута, путевой лист. В городском округе Пушкинске семь автоперевозчиков. Среди них крупные, такие как МОЗ Трансавто, местные и мелкие ООО, которые часто нарушают и на контроле ОГИБДД. Например, неоднократные жалобы на маршрут 44К до Болшева. В момент рейда на 12.00 маршрутка не приехала. То, что график нарушают, это очень часто, постоянно. Люди ждут более получаса. Пробуем позвонить на номер автоперевозчика, указанный на табличке. Он не отвечает. Тогда мы пробуем дозвониться до Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Оператор ответил быстро. К сожалению, информация, будет ли автобус нам не предоставлен на горячей линии, это вы можете посмотреть в открытом глазном интернете, действительные службы данного маршрута. По словам сотрудников ГИБДД, водители могут быть в курсе рейда и не появляться на стоянке. Проще пропустить пару рейсов, чем платить штрафы. На следующий рейс в 12.30 маршрутки тоже не было. Люди начали расходиться. Вывозить мусор с контейнерных площадок многоквартирных домов становится тяжелее. Машин во дворах больше, а парковок меньше. Автомобилисты зачастую оставляют свой транспорт у контейнерных площадок, хотя это запрещено. Что в этом случае делать сотрудникам коммунальных служб, обсудили на специальном совещании. Как ускорить и повысить эффективность вывоза мусора с контейнерных площадок во дворах? Это стало главной темой обсуждения на специальном совещании с участием заместителя главы администрации городского округа Пушкинский Татьяны Хатинской. Региональный оператор подчеркивает, машин становится больше. Татьяна Хатинская призывает управляющей компанией усилить работу с жителями. Давайте совместно организовывайте, выносите, может быть, это дополнительными какими-то вопросами, когда вы встречаетесь с жителями. Пишите об этом в чатах. Пусть ваши там дворники, когда они там проходят, смотрят, видят, что жители там припарковали, бросайте сразу эту информацию. В Московской области успешно реализуют пилотный проект по перемещению машин, которые мешают мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам. По информации Госантехнадзора, в Ивантеевке с начала года заведено 5 административных дел на водителей, чей транспорт препятствовал вывозу отходов с контейнерных площадок. Стоит отметить, что штраф за неправильную парковку, в частности у контейнеров, для жителей составляет 3000 рублей. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. 28 февраля в офисе «Единая Россия» был развернут штаб приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Приносили вещи первой необходимости как обычные жители, так и организации. В офисе партии «Единая Россия» открыт пункт приема гуманитарной помощи беженцам из Донецка и Луганска. На территории нашего округа в данный момент прибывает 225 человек. Это старики и женщины с детьми. Бытовая химия, продукты питания, детские принадлежности. Почта России тоже привезла вещи. Хотелось бы выразить огромную благодарность неравнодушным жителям, которые приносят эту помощь. Мы уже собрали более пяти тонн такой продукции. Конечно же, спасибо всем нашим партнерам, организациям, неравнодушным предпринимателям. Все это предметы первой необходимости, в которых нуждаются люди в первое время. Жители округа тоже присоединились к такой инициативе. Ирина Васильева принесла детские игрушки. Сейчас им нужна не только моральная поддержка, но и материальная, физическая, всякое разное. Так как мы больше никак не можем помочь, давайте так, не сидеть дома и обсуждать это, а просто помочь. Сбор помощи от жителей идет постоянно. Следите за информацией в СМИ и соцсетях. Отличное настроение, рвение к победе, командный дух и настоящий азарт. Все это о турнире «Зимние маневры». Соревнования уже проходят не первый год и очень нравятся тем, кто в них принимает участие. Это команды из разных городов, от отделений Всероссийского общества инвалидов. Кто принимал участие впервые и какие были подготовлены задания, расскажем в сюжете. Вот так 24 февраля в Ходьково начался турнир «Зимние маневры». Пушкинское отделение Всероссийского общества инвалидов проводит его уже несколько лет. Это четвертый. И всегда соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества. Это наше традиционное мероприятие. В прошлом году из-за пандемии ничего не получилось. Мы сегодня возобновляем наши игры. Капитану каждой команды выдают карточки с заданиями. Там шесть пунктов. Например, биатлон. Только тут место катания на лыжах – скандинавская ходьба. В сочетании с дартсом – место стрельбы. Давай, товары! Раз-два! 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 Отлично! Хорошо! А по соседству с биатлоном – лыжный марафон. Или иначе его называют «Лыжня России». И лыжи тут совсем не такие, на которых мы привыкли кататься. Марш! Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая. Команд много. Народ сплоченный. Коллектив очень отличный. Все такие доброжелательные. Мероприятие всегда проходит на ура. И погодные условия, и вообще нам очень здесь впечатляет, все нравится. Еще в карточке такие пункты, как минное поле. С помощью хоккейной клюшки нужно провести мяч змейкой, не задевая конусы. На турнире и спасают раненого. По легенде, у бедного солдата три ранения – в голову, ногу и руку. И нужно его забинтовать, обязательно сделать три оборота. И на носилках принести как бы в медпункт. Мы получили первое задание – спасти товарища. Для нас это… Мы вообще первый раз участвуем. Поэтому нам, наш спортивный дух… Я думаю, мы справились с заданием. На высоте. Товарищи сейчас, я передаю слово товарищам, они расскажут о своих впечатлениях. Нам нравится, да. Я думаю, мы справились и с первым, и со вторым заданием. Мы дальше будем как бы бороться. Да, у нас уже появился какой-то спортивный азарт. Хочется выиграть. Команда из Пушкина с нами поделилась, что самая интересная часть турнира – это этап с метанием ножей. Участнику дается три попытки. То есть каждый метает три ножа. Максимальное количество очков – 60. Это при условии, если все время попадать в двадцатку. Настрой очень позитивный. Очень интересно здесь организовано. И Пушкинский район очень большое внимание уделяет пенсионерам-инвалидам. Я приехала с другого региона и очень довольна, даже счастлива, что попала в такой коллектив. Они меня очень дружно приняли и вовлекли во все соревнования. В турнире приняли участие шесть команд. Всего 45 человек. Это Пушкин, Ивантеевка, Королев, Матище, Щелково и поселок Челюскинский. Последние две команды участвуют впервые. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Уникальное и крупнейшее в нашей стране собрание инструментов для работы по дереву хранится в Музее столярного дела в Пушкино. В чем особенность экспозиции и какие инструменты можно там увидеть, расскажем далее. В этом Пушкинском музее хранится крупнейшая в России коллекция столярных инструментов. Собрание принадлежит Олегу Оленеву. Для него все начиналось как хобби, но со временем переросло в нечто большее. Для меня нет плохих экспонатов. Самые дешевые даже, казалось бы, там купленные за копейки какие-то несчастные, они все равно дороги для меня, потому что это часть коллекции, часть музея. В музее не может быть экспонат неважный, они все важны. Музей насчитывает около трех с половиной тысяч экспонатов. Среди них рубанки, пилы, напильники, лобзики, а также различные станки. Экскурсии Олег Оленев проводит лично. Не только рассказывает об инструментах, но и показывает их в работе. Передняя бабка называется, задняя бабка называется, подручник. И заготовка между ними зажимается. Кладу сюда на подручник резец и начинаем. Самые раритетные экспонаты относятся к 18 веку. Среди них узкий голландский рубанок. Олег Оленев привел его в рабочее состояние. Петр Первый, как нам история рассказывает, все-таки был и плотником, и стойлером, и токарем профессиональным. Поэтому вполне мог работать подобными инструментами. И именно что они голландские, это тоже важно. Петр Первый, как известно, обучался ремеслу и в Голландии в том числе. В музее собраны инструменты из разных стран мира. Некоторые хранятся за стеклом, другие лежат отдельно. Все в исправном состоянии. Треверсивная отвертка. Я нажимаю, она закручивает. А вот перевожу рычажок в другую сторону, она откручивает, начинает. Это вот изобретение 1895 года. То есть этой отвертке 125 лет. Экскурсия длится около 40 минут. В конце, как правило, посетители ждут мастер-классы. Желающие своими руками мастерят панно из дерева, строят маленький домик, либо работают за верстаком. Покажешь? Вот. Аналогов таких галерей в России практически не существует. Наиболее известная коллекция со схожей направленностью выставлена в музее Токинака в Японии. Здесь также представлены плотницкие инструменты разных направленностей. Всего насчитывается более 20 тысяч инструментов. И в завершении выпуска о погоде на 2 марта. В среду небо затянут тучи, только изредка будет проглядывать солнце. Но температура воздуха останется на прежнем уровне днем от минус одного до плюс двух. Немного похолодает к ночи. Самый минимум синоптики обещают 4 градуса ниже нуля. А на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Юлия Столярова. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин